Здравствуйте! В эфире Первого Карагандинского новости в студии Миром Гульсал Кимбаева. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях этого часа. Почему крупная птицефабрика имени Карла Маркса решила раздать бесплатно свою продукцию, вы узнаете из сюжета Николая Кравца. Субсидии нам все равно нужны, но сократив поголовье, мы меньше средств будем тратить на закуп кормов, потому что корма в птицеводстве себестоимости 70% занимает. В регионе кадровые изменения. Кто стал новым акимом города Тимиртау? В Караганде выбрали лучшую семью года. Кто из военнослужащих удостоился такой чести, вы узнаете совсем скоро. Эта акция, переходящая в импл, посвященная 20-летию Победы, пройдет по всем гарнизонам вооруженных сил Республики Казахстан. Как я сказал, это по поручению нашего министра обороны Иманголита Смарометра. 150 тысяч голов куриц сегодня раздавали бесплатно. Это не очередная благотворительная акция, а скорее вынужденная. С 2014 года птицефабрика имени Карла Маркса не получает субсидии на свою продукцию из областного бюджета. Как трудности отразились на производстве, расскажет Николай Кровец. Жительница Уштубе Ольга Самохвалова приехала на птицефабрику имени Карла Маркса не просто так. В районном Акимате людям сообщили о том, что здесь будут бесплатно раздавать молодых курочек. Вот и народ потянулся, негде яблоко упасть. Машины подъезжают одна за одной. Халяву любят все. Мы очень довольны этим, потому что это прибавка к бюджету, к семейному. И куры мы ранее тут брали платные, хорошие, доброкачественные. Количество, собственно говоря, в пределах 50, смотрю, в пределах 100. Как говорится, видимо, кто сколько, какая семья. Не все жители села сегодня знают, что на птицефабрике настали нелёгкие времена. Выплата субсидий от государства несколькими птицефабриками прекратилась ещё во второй половине 2014 года. Руководство фирмы уже обращалось в Союз птицеводов Казахстана. Однако ни к чему это не привело. Мы сдаём документы, всё как положено, в сроки. Всё мотивируется тем, что нет в бюджете денег. За 2014 год нам сказали забыть про субсидии. А 2015 год, в августе, обещают за два месяца отдать. За июнь и июнь. Сегодня фабрика находится в трудной ситуации, поэтому приходится сокращать поголовье птиц на 30%. Продажи уменьшились в два раза. Предприятие вынуждено уволить 10% от всех рабочих. Сегодня их количество составляет 200 человек. К карагандинской птицефабрике невыгодно конкурировать с другими фирмами. Нам приходилось в июле торговать яйцом по 5 тенге, когда себестоимость яйца 12 тенге. Сейчас мы яйцо продаём по 8. Раньше нам помогал Акимат тем, что каждое яйцо субсидировалось в 3 тенге за произведённое и реализованное яйцо. Но в 2014 году мы недополучили 142 миллиона тенге за товарное яйцо и 50 миллионов за инкубационное яйцо. Сегодня жителям села Уштубе бесплатно раздали 150 тысяч голов куриц. Это вынужденная мера, говорит руководство предприятия. Потому что затраты на выращивание птицы не окупают расходы. В компании ждут, когда из областного бюджета начнутся выплаты субсидий. В городе Тимиртау назначен новый Аким. Им стал заместитель Акима области Галым Ашимов. Экс-Аким города Металургов Нуркен Султанов покинул пост в связи с переводом на должность личного советника главы региона Нурмухамбета Абдебекова. Аким областью Нурмухамбета Абдебеков встретился с депутатами. Встреча состоялась в Акимате города Тимиртау. Единогласным решением в чиновники приняли кандидатуру Галыма Ашимова на пост Акима города Металургов. В связи с назначением в порядке перевода на должность моего советника Султанова Нуркина Ертавича, моим распоряжением сегодняшнего дня он освобожден от обязанностей Акима города. Это решение согласовано с администрацией президента. Новоиспеченный Аким города Тимиртау Галым Ашимов признался начинать работу там, где когда-то трудился глава государства, для него честь. Для меня очень большое доверие и, уважаемый Акимов Абдебеков, я надеюсь, что на данное доверие совместно с коллегами мы постараемся оправдать. Глава региона поставил перед Новым Акимом Тимиртау ряд задач. Нурмухамбет Абдебеков призвал чиновников усилить работу по поиску новых индустриальных проектов и реализации имеющихся. Также поручил не упускать из виду и благоустройство города, в том числе развитие сети детских дошкольных учреждений. Николай Кровец, Аим Амрина, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В шахтерской столице скоро появится новый кинозал и центр развлечений. Откроются они в новом здании торгового города Таир. Представители одного из крупнейших торговых домов попросили о субсидировании дальнейшего строительства торгового города. Членами Координационного совета программы ГПИР было одобрено еще 11 бизнес-проектов. Среди них проекты по изготовлению бумажных стаканчиков в Саране и открытие придорожной гостиницы в Караганде. На дальнейшее строительство торгового дома современного формата Таир-5 не хватает около 800 миллионов цинге. Представители проекта отметили, новый центр будет присоединен к остальным частям. Здание будет трехэтажное. Чиновники единогласно поддержали идею. В первом и втором этажах планируется размещение торговых сетей магазинов мужской, женской, одежды из Турции. На третьем этаже будет размещен кинозвлекательный комплекс, состоящий из комплекса кинозалов, фудкорта, кофеин, зоны цифровых и аркадных видеоигр. Общая площадка будет 4800 квадратных метров. Членами координационного совета во главе с Акимом области Нурмухамбетом Абдибековым были рассмотрены и другие бизнес-идеи, среди которых изготовление бумажных стаканчиков в городе Сарань. Авторы стартап-проекта планируют выпускать более трех миллионов единиц изделий. Обещают открыть около 11 рабочих мест. А другой предприниматель из Караганды хочет построить придорожный отель. Обеспечим гостей города уютными, комфортными номерами, вкусными, разнообразными блюдами. Сейчас в данный момент реконструкция данной гостиницы уже завершена на 80%. В ходе заседания Аким области Нурмухамбет Абдибеков призвал всех авторов проектов не останавливаться на полпути. Области нужны новые предприятия и рабочие места. Айам Амрина, Олжас Габасов, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. В шахтерской столице выявили лучшую семью военнослужащих. Номинацию получила супружеская пара у Розалиных. Кроме них, почетными званиями лучший командующий взвода, лучший танкист, артиллерист и другими регалиями военного дела были удостоены около 20 солдат, служащие в рядах нашей армии. На торжественном награждении, посвященном 20-летию Конституции Республики Казахстан, где были подведены итоги акции Конституции верны, побывал и наш корреспондент. Конституции верны. Под такой эгидой в шахтерской столице подвели итоги конкурса среди военнослужащих. Самой лучшей семьей военных признана супружеская чета у Розалиных. Дамир и его жена Мира поженились 6 лет назад. Такая оценка нашей семейной идиллии очень приятна и неожиданно признаются супруги. Сегодня номинация «Лучшая семья» был награжден грамотно от главнокомандующего с свободными войсками генерал-мейтинанта Макеева. Сам участвовал первый раз в такое мероприятие. Ну, я думаю, это все труд, семья, самая главная семья. Еще один награжденный Алмаз Ахмедбеков получил звание «Лучший командующий взвода». 20 солдат, стоящих на страже нашего государства, были удостоены различными регалиями. Все это делается, чтобы укрепить патриотический дух наших военнослужащих, говорят организаторы. Войны Карагандинского военного, войны Национальной гвардии, войны пограничных служб и Министерства обороны проводим такое мероприятие. Я считаю, что наши военнослужащие всегда говорили и будем говорить, и доказываем на деле, что народ и армия едины. Мы всегда будем преданы своему народу, своему президенту. Акция Конституции верны пройдет во всех гарнизонах страны. Переходящий в импел уже направился на север. Айам Амрина, Жасулам Апулбеков, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. В Караганде на стадионе «Шахтер» открылась новая площадка для игры в городки. Игра существует уже более двух столетий. Некогда забытая она, сегодня набирает популярность. Заинтересовались ей одними из первых горники. На апробации спортивного сооружения побывала и наша съемочная группа. На новой площадке стадиона «Шахтер» сегодня очень оживленно. Детвора, подростки и старшее поколение собрались не случайно. Всех их объединило общее любопытство и спортивный азарт. Рудоуправление «Казмаргинец» обратилось с просьбой к руководству стадиона «Шахтер» выделить место для того, чтобы мы могли своими силами построить площадку для игры в городки. Наша просьба была удовлетворена. И сейчас мы присутствуем на открытии этой площадки. Площадку, мы думаем, она должна быть бесплатной. Проверить качество площадки и поиграть в свою любимую игру на стадион пришел и 17-кратный чемпион Казахстана по городкам Владимир Мозыр. «Там хотели провести соревнования, и приезжали немцы, и приезжали финны. Каждый привозил в свои городки. Ну, немецкие все тоже, только у них единственные пластиковые кона и пластиковые биты. А также фигуры все тоже». Итак, все желающие насладиться игрой и размять мышцы могут свободно посещать новую площадку. Вход бесплатный. Приближается день шахтера. Праздник для угольной столицы Казахстана особый. Практически каждая семья в регионе так или иначе связана с угледобычей. Полный кавалер шахтерской славы Имран Гайтимирович Газимиев стал первым чеченцем, который спустился в лаву и стал шахтером. Недавно он отметил свой 80-летний юбилей. Первая запись в трудовой книжке у Имрана Газимиева определяет его первую профессию – навало-отбойщик. Это вам не за компьютером сидеть. Кайло да лопата – главное орудие труда. 80 лет не потерять оптимизма не каждый может. Имран Газимиев с 16 лет связан с углем, а глаза светлые, как небо. Я перед директором плакал, как девочка, чтобы меня в шахту взяли. Не хотел я, чтобы мне это… Ну, говорит, тебе нет еще столько лет, я же не могу нарушить. Ну, ладно, один раз можно нарушать. И так меня взяли в шахту. В 1944-м по приказу Сталина народы Закавказья были изгнаны с родных мест. Зато за ними сохранили единственное право – умирать. И умирали. Но многие выжили. Выжил и Имран Газимиев. До 1956 года ему, как и всем депортированным, без особого разрешения нельзя было покидать трехкилометровую зону. Вместо школы была борьба с голодом. Главная учеба прошла в ФЗУ, в Саране, куда его привезли из Балхаша. Впервые спустился в шахту в 1951 году. Тогда она именовалась просто «Шахта 105-я». Это был первый теченец, который променял горы и бескрайнее небо на кайло, лопату и черный уголь. Шахтерский труд манил неизвестностью и романтикой. Да, тогда была романтика. Вот в вагонетке душу веселя проносятся, как в фильме о погонях. И шуточку «Даешь стране угля мы чувствуем на собственных ладонях». Это и об Имране Газимиеве. Вообще, с юных лет он привык принимать решения самостоятельно. У единственного шахтера-чеченца оказался казахский характер. Но спуски в шахту пришлось прекратить. Повредил спину упорный чеченец. Переобучился и стал работать бурильщиком в геологоразведке. Все равно работал с углем с поиском новых пластов. На буровой познакомился со своей женой Юлией. В 1962 году, 10 сентября, мы познакомились с Юлей. Она по национальности белорусская, а я по национальности чечен. И вот живем уже 53 года, будет в сентябре месяц. И ведь все помнит 80-летний Имран Гукемирович. Кстати, отчество Имран получил не так уж давно, когда оформлял документы на звание «Труженика тыла». А так всю жизнь был просто Имран. Трое детей, пять внуков, дом полная чаша. Правда, и сегодня приходится вставать в пять утра. Есть скотина, есть огородище. И все ухожено, все стоит на своих местах, все сделано на века. Белорусское качество и чеченская основательность дают результаты. От старшего брата достался Имрану по наследству дом в Чечне. Решили его передать безвозмездно многодетной матери семью детьми. Инициатором была дочь Имрана, хотя она живет в Караганде на съемной квартире. Есть в поколении, которое пережило войну, некоторая убежденность в том, что жизнь дана не просто так, не только тебе она дана. Поэтому и жить надо для других. Геологоразведочная бригада Газимиева гремела на весь союз. Имран Гукемирович – полный кавалер шахтерской славы трех степеней. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Знак Почеты и прочее, прочее и прочее. Почета хватает на всю семью. К 80-летнему юбилею подготовились основательно. Тот Имран Гукемирович удивил. Согласно метрике, ему уже 82 года. В прошлом веке к метрическим данным относились не с должным уважением. Возраст ребенка можно было записать и со слов родных. Плюс-минус годочки записывались по мере необходимости. Но Имран Гукемирович всегда жил по плану. Запланированно вышел и на пенсию, хотя его никто не отпускал. Дела его бригады были на взлете. Но решил – значит пора. Не надо дожидаться, когда попросят. Правда, не сидится на месте. Работать не бросает и по дому, и общественной деятельностью занят, и хобби нашел. Изготавливает великолепные четки, которые дарят друзьям. Имран Гукемирович всегда рад гостям. «Я ни на кого не обижаюсь. Даже на Сталина», – говорит ветеран. «Прожить жизнь в согласии с собственной совестью дано не каждому». Сергей Высокосов, Жасулан Макубеков, Арман Нартаев. Первый. Карагандинский. В Караганде появились недобросовестные бизнесмены, которые не имеют санитарных заключений на свои торговые точки. Возможно, среди собственников именно этих магазинов реализуются некачественные продукты питания. Поэтому специалисты Управления по защите прав потребителей решили сделать выговор предпринимателям. Николай Кровец расскажет подробно. Сегодня в Управлении по защите прав потребителей по району имени Казбекби много людей. В основном это частные предприниматели, которые пришли сюда, послушать замечания в свой адрес. Правда, специалисты учреждения не стали называть их имена. Как оказалось, у многих нет санитарных эпидемиологических заключений. Поэтому специалисты призывали всех бизнесменов исправить замечания. Для этого всего лишь надо обратиться к работникам отдела санитарного надзора и получить консультацию. Сейчас, значит, вот за летний период, у нас в июле месяц пришли новые документы. То есть приказы, мы сейчас относятся к Министерству национальной экономики. Поэтому у нас вышли санитарные правила, утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан. У нас вышел новый стандарт, согласно которому мы выдаём санитарно-перименческие учения. Вспышки заболеваемости острыми кишечными инфекциями в Карагандинской области не наблюдается. Однако проверка никогда не помешает, заявляют специалисты. По сравнению с прошлым годом число больных осталось на прежнем уровне. Поэтому до конца лета в регионе проводится месячник по профилактике заболеваний и кишечных отравлений. Это связано с тем, что наблюдается высокая температура воздуха, которая может послужить причиной для некачественного хранения и реализации продуктов питания. Поэтому необходимо нашим потребителям продукции, которые покупаются на рынке, у частных лиц, в магазинах, не только смотреть сроки годности продукции, не покупать продукцию с земли, не покупать у частных лиц на улице и ещё и соблюдать обязательно личную гигиену. Работу сотрудников Управления по защите прав потребителей можно тоже понять. Они отвечают за качество продукции и реализацию товаров. А того, как осуществляется контроль за санитарным состоянием объекта и всё, что в нём находится, зависит жизнь человека. Николай Кровец, Алжас Габасов, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. С 10 по 15 августа в Караганде будет перекрыто движение автомобилей на перекрёстке автодорог проспекта Шахтёров и улицы Букетова. Движение автобусов будет осуществляться по проспекту Республики и улицы Муканова с заездом на улицу Букетова. На этом у меня всё. Если у вас есть интересная информация, звоните к нам в редакцию по номеру 420649. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин